Сотрудница больницы из Житомира подозревается в мошенничестве на 150 тысяч гривен. Набу и Саб разоблачили коррупционную аферу в гостамужслужбы на миллионы долларов. Коррупционная афера. Главный сержант получил 4,5 тысячи долларов за перевод из боевой зоны. В Житомире разоблачили коррупционную схему, которая имела место в ЭКП больница номер один. Работница медучреждения подозревается в том, что помогла победить в 22 тендерах нужным людям, получая за это вознаграждение в размере почти 150 тысяч гривен. Теперь она может быть наказана лишением свободы до 5 лет. Подозреваемая, выполнявшая функции уполномоченного по закупкам в медучреждении, брала деньги за влияние на руководство больницы при проведении публичных закупок изделий медицинского назначения. В результате этих мошенничеств двое физических лиц предпринимателей смогли выиграть тендеры. Прокуратура сообщает, что за свою помощь подозреваемая получала вознаграждение на свою карточку и карточку своего мужа. А как вы думаете, делилась ли женщина своим доходом с руководством медучреждения? Пишите в комментариях. НАБУ и САП предотвратили попытку группы лиц поставить нужных людей на руководящей должности в территориальных органах государственной таможенной службы для организации коррупционных схем. По данным следствия, 1 миллион долларов предлагали за должность руководителя Львовской таможни, а должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни оценивали в 500 тысяч долларов и 200 тысяч долларов соответственно. Кроме того, участники группы рассчитывали на то, что руководство Гостаможслужбы не будет замечать коррупционные схемы на этих таможнях в обмен на половину незаконно полученных доходов. Благодаря детективам НАБУ и прокурорам САП преступные намерения удалось предотвратить. Двум лицам сообщили о подозрении, а инициатор преступления задержан на основании статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Журналисты со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении текст подозрения сообщили, что речь идет о Назаре Шептицком, пасынке главы крупнейшего в Украине Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина. Шептицкий планировал устроить подконтрольных лиц на высокие должности на таможне путем подкупа исполняющего обязанности председателя Гостаможслужбы. Для этого Шептицкий привлек посредника. Им стал Руслан Черкасский. К тому времени уже бывший замглавы таможенной службы Черкасский должен был передать председателю Гостаможслужбы предложение взятки за должности руководителей региональных таможен в западных областях. Финансировать эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий, по данным детективов, планировал вместе с сообщником Олегом Готоляком. Кроме того, Готоляк также должен был контролировать и распределять взятки на будущем подконтрольном подразделении таможни. В дальнейшем Шептицкий несколько раз встречался с Черкасским для обсуждения плана, по время встреч звоня по телефону Готоляку. В ходе этих разговоров звучали не только расценки за должности на разных подразделениях таможни, но и схема поэтапной платы. Так, за Волынь было предложено полмиллиона долларов, за Черновцы – 200 тысяч. Однако, судя по содержанию разговоров, это был первый платеж за само назначение на должность, а в дальнейшем планировалась регулярная доплата – доля от ежемесячных незаконных доходов, говорится в материале. План Шептицкого проводился по причинам, не зависевшим от Шептицкого, отмечается в тексте подозрения. Впрочем, в списке подходящих кандидатур, который Черкасский должен был передать на выбор главе гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру харьковского таможенника Герасимова. В январе 2024 года Юрия Герасимова, до этого возглавлявшего харьковскую таможню, действительно назначили руководителем Черновицкой таможни, добавили журналисты. В 2021 году у отчима Назара Шептицкого, Александра Рувина, журналисты обнаружили недвижимость и автомобили стоимостью в десятки миллионов гривен. А как вы думаете, был ли замешан в этой схеме сам Рувин? Пишите в комментариях. В Одесской области разоблачили коррупционную схему, в результате которой главный сержант одной из воинских частей получил 4,5 тысячи долларов взятки за перевод с линии боевого соприкосновения в тыловую часть. Эту сумму он получил через посредника от действующего военного одной из боевых частей. Правоохранители задержали главного сержанта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумму 605 тысяч 600 гривен. А как вы думаете, соответствует ли это наказание совершенному преступлению? Пишите в комментариях и не пропускайте наши следующие выпуски. До новых встреч!